давно мы не были в парке александрия и вот наконец приехали осенью он очень хороший кстати первый раз мы были здесь как раз ровно два года назад вот как раз это ваши дня октября смотрели на все эти золотистые деревья взяли корм для белочек и уточек может они нам попадутся погода неплохая что редкость последнее время солнышко даже сеет на ветер северный залива середины где-то октября наверное танцы по крайней мере точно парке петергофа работают уже в свободном режиме бесплатно можно заходить фонтанов понятно в петербурге то в нижнем парке нет уже выключили так что он просто сегодня погуляем опять же времени особо нет поэтому погулять еще по петергофу мы не будем только по по нижнему парку только по александрии даже видео не снимаю почти парк александрия также хорош как араньинбаум а местами даже лучше плюс здесь в том что есть выход финскому заливу вот это очень миленький дворец коттедж отличие от нижнего парка который такой торжественный для приемов александрия такой уютный домашний для пользования царской семьей для личных может каких-то поэтому тут своя атмосфера вот дворец коттедж на нем такие вензеля и как герб маленький в виде меча и венка который придумал вообще-то жуковский поэт для семьи царской очень миленький храм убрали леса уже отреставрировали надо будет туда зайти но тут не из парка заходить надо снаружи посвященный по моему этот храм царевичу алексея если правильно помню очень хорошо смотрится особенно в освещении а мы идем залива сейчас по своей обычной тропе по своему обычному маршруту народа немного хотя сегодня очень даже хорошая погода пахнет листьями сухими дубовыми если я могу отличить этот запах могу отличить дуб от клюнах по запаху кажется что да уже а там вот над заливом какая туча висит мы в этот самый восточный уголок александре еще не заходили раньше а тут такой аптекарский огород и информация о том какие тут именно лекарственные травы выращивают ну вот они тут понятно что они сейчас уже осенние такие но вот он огород ветер дует боюсь дует мои слова да брызгалка полива ну мы пойдем дальше по мостику по восточной части парка здесь никаких зданий исторических нет вот это по моему бодан наш любимый надо нам вырастить бодан тоже мы его любим класть в чай вообще-то ну понятно что только только в горах он набирает необходимые вещества как известно в соответствии с дипломом моей подруги она делала диплом по бодану но он такой вкус придает своеобразный чаю нам нравилось заваривать его раньше когда у нас в огороде в бийске он рос а вот понятно брать только такие темные ферментированные листья здесь мы их не увидели да можно сушить ветер может дует сдувает мои слова естественная ферментация естественная ферментация тут дренажные канавки через них переброс переброшены мостики мостики никакие не древние понятно вот по дальнему пойдем а сюда пойдем или куда пошли дальше по дальнему пройдем а то мы тут еще никогда не ходили вообще мы тут сегодня по делам даже приехали можно сказать в Петергоф но как же мы можем только делами заниматься если вот рядом такой чудесный парк вот они уточки вот мы сейчас уже можем начать их кормить вот для этого взяли семечки вот дома очень много дел ждет но сегодня тот редкий день когда не льет дождь с неба и можно будет блять вот коли я кинул семечки они очень этому рады и плавают, и едят теперь надо будет еще белку встретить какая прозрачная вода в этих канавках прямо красота вот они вон там издалека плывут увидели, что тут дают еду вот дайте нам, говорят, еще семечек мы любим тут канавка прям как морской канал в Нижнем парке Петербург так красиво украшен листиками падающими вот еще до того, как мы переехали сюда я так думала, что мы будем делать пенсионеры здесь, в Леновласти а мы будем гулять по паркам вот так вот мы и поступаем этот парк один из самых ближних к нам это прекрасно о, какое дерево, да такие вот пловые, изъеденные, старые я думала, тут есть деревья, которые еще царей видели ну, это, наверное, касается вот что тут Пуля пыталась покормить белку, но она от него убежала ну и ладно а тут смотрите, какие грибы грибочки какие интересные надо к ним подойти и сфотить их где они теперь пальцем покажем где мой палец? где мой палец? это мой башмак вот мой палец, вот они грибочки целая поляна этих грибочков два семейных ну, вот там я не знаю, что это такое но интересные грибочки вот, выходим к заливу тут очень сильный ветер может, слов будет не слышно не спокойно, синее море Пушкин ведь об этом писал море, не о каком-то другом вон какие там барашки сейчас выйдем ближе посмотрим а там маяки видны очень хорошо на фоне пасмурного неба ну, и лахтоцентр, конечно виден тоже хорошо сегодня а мы пойдем против ветра сейчас и будет тут нас сдувать снимаю просто волны и ветер и прибой и залив о, как плещет мы развернулись в спину и к заливу и пошли от него здесь потише немножко стало и здесь что-то пасмурно хотя сегодня дождя не обещали но, собственно, куда-то делось обычно наш маршрут по парку Александрия составляет километров пять сегодня, возможно, мы даже немножко меньше пройдем потому что и другие дела нас тоже ждут очень много работы на что я жаловалась в каждом в своем ролике в своем ролике теперь мне кажется, что ее делается больше у всех кроме тех у кого работа отобрал искусственный интеллект это реально случается случилось с нашими друзьями но я думаю, не будет никаких проблем найти опять новое потому что рынок труда сейчас нет и, мягко говоря, не дозаполнен работниками правда, у нас пенсионеров большие требования к своей работе нам надо чтобы она не мешала нам вот гулять по паркам, например когда нам хочется да пусть ее даже будет много но мы будем выбирать время когда мы сядем за эту работу желательно вот так ну и вообще желательно чтобы она была удаленная это удобно вообще хотя удаленная работа бывает такая что ты должен все-таки сидеть с 9 до 6 ну, не знаю принимать звонки, например или что-то такое но в общем надо выбирать надо стараться выбрать то, что тебе нравится и дальше а понятно, что на пенсию ты не прозвешь никак денег не хватит да и потом мне кажется немножко пенсионеру себя развлечь никак не помешает о, какие дубы какие горелые дубы очень красивые да, я, кстати должна сказать что избавилась практически от бессонницы благодаря тому правилу что надо уставать в течение дня физически погулять, например километров пять к примеру потому что домашняя работа не увдомляет не настолько или я ее настолько много не делаю вот, значит устать физически и устать еще и умственно надо обязательно то есть поработать еще головой где-то там что-то поделать и тогда еще перед сном расслабиться почитать какую-нибудь скучную книжку будешь крепко спать всю ночь о, грибочки Коля нашел интересные грибочки какие интересные ух ты прям семейка вот этот живописный лук который мы сейчас проходим он виден хорошо из дворца коттеджа его, кажется специально создали этот лук чтобы цари могли из своего дворца любоваться его красотой вот Коля у нас делает что-то похожее он создает лужайку красивую из пяти окон нашего дворца коттеджа она видно он уже в следующем году ее полностью закончит я думаю это будет очень красиво а мы тем временем приближаемся к какой как это пергола к перголе живописной здесь частенько можно увидеть художников которые рисуют тут есть что порисовать а я думаю что там такое желтое на склоне вот а это просто нападали листья на зеленую траву красиво все красиво тема это тоже будет хорошо на самом деле что желтое а лиственница стала желтая да тоже это так красиво и вот впереди лиственница желтая пергола увита чем-то там диким виноградом наверное вон тут старинный мостик горбатый по которому мы еще пройдем сейчас наверное в обе стороны и вот такая тут такой живописный уголок этого прекрасного парка что-то подходит а уточки уже плывут к нему он боялся их разбудить потревожить их сон а они ничего потревожились ради семечек здесь с прошлого раза я заметила что больше стало вот таких информационных плакатов вот здесь жизнь пруда Александрия и какие тут животные жучки всякие водятся птички и так и прочее пошли собирать пошли собирать твой корм который ты насыпал если белочку не удалось покормить она от нас убежала зачем-то хотя мы принесли принесли ей орешки вкус красивые рябиновые деревья куча рябины на них ягод листья уже облетели почти с ним ягоды много и вот есть такая примета что когда много ягоды рябины будет холодная зима морозная ну не знаю посмотрим прошлое было очень суровое мы потерпели крушение в январе в нашем доме в этом году мы сильно подготовились к зиме надеюсь что все будет хорошо неважно какие морозы понятно что мы как сибиряки не боимся морозов сами-то по себе а коммуникации в домах не приспособлены для морозов минус 35 ну минус 35 градусов и вот у нас в прошлом году было вернее в этом только на самом начале года вот так что в этом году мы готовы надо будет наверное отдельно снять еще видео как мы подготовились к зиме постарались подготовиться и утеплились и всякое такое надеюсь что мы переживем зиму хорошо между тем мы потихоньку двигаемся в сторону нашего любимого здания здесь готической капеллы очень я жалею что нельзя над ней полетать на квадрокоптере потому что там такие мелкие красивые детали на вот этих башенках готических это так же почти красиво как саграда фамилия Барселоне ну и понятно даже похоже потому что это готика вот это такая домашняя церковь для императорской фамилии что тут украшает парки особенно осенью это вот эти крупнолистные клены ну в общем-то здесь совершенно обыкновенные деревья растут везде в лесах но в Сибири вот их только специально садят таких нету и они так красиво облетают и очень украшают парки а мы у себя во дворе посадили клен который всегда красный темный багровый очень красивый надеюсь что мы его сформируем в виде шарика попытаемся сделать ну вот мы видим эту прекрасную готическую капеллу сейчас поднимемся к ней еще ни разу не были внутри когда-то надо начинать по любимым паркам ходить также еще по музеям которые тут расположены они работают именно летом а летом мы стремимся не особо гулять здесь гуляем потому что много народу много туристов ну надо какой-то компромисс архитектора этого сада здесь а это фермерский дворец такой увлекались жесари чем-то таким хотелось им чтобы их жизнь была похожа на идиллическую крестьянскую жизнь молочная ферма ферма молочная вот идем назад уже повернулись я думаю мы пройдем сегодня километров пять не больше но мы зимой бывает ходим и по этому парку отсюда есть заход в нижний парк петергоф и можно по нижнему по верхнему в общем там можно нагулять хоть 10 хоть 15 километров при желании и мы наверное будем это делать что чему бы и нет коленка слава бог сейчас позволяет более или менее хотя конечно далеко еще не с дороги далеко я занимаюсь и ее постоянно если интересно кому-то и кто-то страдает коленками могу рассказать что я делаю в общем-то есть успехи некоторые да вот это детская крепость для развлечения царских детишек построено такое развлечение я думаю что сейчас наверное детям тут не играть просто это типа музей ну а дети зато здесь зимой катаются с горки вот отсюда как раз вот там наверху внизу вернее наоборот возле залива был очень сильный ветер казалось что так здесь вот наверху тишина скамеечки можно гулять можно сидеть народу сегодня очень и очень немного кстати видели людей с палочками явно у них тоже есть проблемы с коленами у кого есть проблемы с коленями ходить-то надо все равно даже если они большие как я теперь понимаю в смысле большие проблемы они большие колени вот сейчас мы пройдем по горбатому мостику и уже будем выбираться с парка потому что нам еще сегодня заехать в два места по делам старинный руинный мостик вот у него сейчас пройдем отсюда открываются тоже виды вон на ту перголу сквозь которую мы проходили там она на пруде где мы кормили уточек по той нижней дорожке мы шли в прямом направлении жалко что вот этот мостик не выдержан в стиле он просто современный а вот этот древний и руинный идем к выходу наверное сегодня буду заканчивать уже ничего мы тут больше не встретим особенно только пройдем опять мимо дворца катает же только с этой стороны и все на выход